Одною, чую уникатором театры, один чудовный человек выросил створить незвучайный спектакль. И назвал его Андерсен Листопад. Вы, вядома, зрозумели, что это Миколай Пенигин и Национальный академический театр имя Янки Купалы. Новая постановка адмастасского керавника Купаловцев, это правда и казка, но не простая. У нас в театре шмот артистов старейшего взрослого, народных, заслуженных, чудовных артистов, которые не так шмот працуют, кому не хотелось. Пьесу на них, на жаль, не пишут чудовно. И вот у меня возникла такая идея, чтобы получить сказки Андерсена и этих артистов. Боже, полночь, что робить, как она? Бежим? Кудли? Нам не треба, не тут. Вот и пушиня, а вы с тобою все-таки спортсалья. Нет, не можем утекать, иначе на них сковают в темную шапку. По просьбе Миколая Пенегина драматург Алина Попова написала пьесу, где по задумке режиссера у одним из минских парков, каждый день у один и тот же час сбираются погутарить сямеры пенсионеров. Одной же там являются дети из детячего садка, и как чем все их затекают, старые начинают рассказывать им сказки Ганса Кристиана Андерсена и разом с ними удельничают в этих сказках. Материала мало, али треба нести, что не будь внутри, таму нам было тяжковато, али вельми цикавым. Дякую Богу и великое дякую нашему книгу Николаю Николаевичу. Просто кожаная каска, моя сенс для кожаного человека, это каска, это небыто лёс этого человека, потому что Андерсен так и дома писал, небыто для детей, на самом речи, больше для дорослых. Ну, это наша жизнь. Мы играем, ну, там молодёжь у них немножко другой, а мы-то, собственно, ну, это всё про нас, всё про нас, поэтому вот и сложно, и легко. Я расскажу про лаганных солдатин. Сдарьём был на одной базе. А какая розница? На одной, на двух, на трёх. На сцене сустракаются два поколения театра. Для молодых актёров сцена небы подвоена. За их выконанием сочность не только глядачей, али и их старейшие коллеги, признанные майстры театра. Пастушка и Каминар, новая убрання короля, стойкий оловянный солдатик, соловей, великий Клаус и маленький Клаус Ялинка, шесть казок у одном спектакле. Я бы навод сказала, шесть маленьких спектаклев за один вечер. А гэта ж и розные костюмы, и декорации, и музыка, али команда у Миколая Пенигина подобралася проверанная и профессийная. Одно задовольнение – разглядывать неврагодные костюмы от мастака Алины и Груши. Кожную историю, потребливая компьютерная графика и анимация от Алы Матюшевской и Ирыны Тарасовой, а музыка Андрея Зубрыча навод подказывает актерам их гротесковые рухи и дейни. Былайте люди добрые! Сказка «Ложь» – давний намек, добрый молодцем урок. Гэта вядомаш не Андерсон, а Пушкин, але усё ж таки. Усе тонкие и мудрые намеки гэта казки вы зможете почуть, убачить и зрозуметь, коли разгадайте мой намек. Тарминова за квитками!